На сегодняшний день, на 3 июня, в республике Саха-Якутия зарегистрировано 2214 случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость регистрируется в городе Якутске и 19 районах республики. Среди заболевших 82% взрослых и 18% среди детского населения. Среди взрослых 70% заболеваемости приходится на работоспособное население, на возрастную группу от 18 до 50 лет. По течению заболевания 28% протекает бессимптомно, еще 55% в легкой степени чажести, тяжело переносит заболевание 2%, и в том числе у 44 больных пневмония. В республиках действует на сегодняшний день еще 5 групповых очагов. Это 2 очага заболеваемости среди вахтовых рабочих предприятий, как Сургут, Нефтегаз, Золото, Селегдара. Мы еще не закрыли действующее групповое заболевание в ЯИПК и в Якутском республиканском онкологическом диспансерии. Отменен карантин на ЧНД полностью и локализована заболеваемость среди студентов Северо-Восточного федерального университета. За последние сутки у нас прибавилось 98 случаев, в том числе в городе Якутске 64, в Мегино-Кангаласском 22, в Чурабче 5, в Нюрингринском и Аймеконском районе по 2 случая, и в Мирненском, Намском и Хангаласском районе по 1. И зарегистрирован один летальный случай тоже у тяжелого больного, тоже пожилой человек с хроническими заболеваниями. Если вот остановиться на заболеваемости по городу Якутску, то необходимо отметить, что некоторое снижение случаев заболевания вот с выходных, суббота, воскресенье у нас наблюдается. За вчерашний день мы зарегистрировали 64 случая, но необходимо отметить, что почти 80% случаев, которые приходятся на город Якутск, там высокий процент очаговости, то есть болеют в основном по семейным контактам, болеют целыми семьями. В городе Якутске у нас высокий процент пораженности детского населения, около 80% у нас проходят бессимптомно и в легкой степени тяжести, и поэтому для лечения таких больных в четырех поликлиниках города Якутска у нас развернуты дополнительные стационары на 420 мест. На сегодняшний день у нас в республике и в городе Якутске налажена система мониторинга, в которой существует функционал по отслеживанию граждан, которые находятся у нас в режиме самоизоляции дома, контактные и амбулаторные больные. И вот за нарушение режима уполномоченными органами всего составлено порядка 2000 протоколов об административном правонарушении, в том числе в городе Якутске большая половина. Поэтому в судах уже рассмотрено больше 800 дел и наложены предупреждения или в основном административные штрафы. В нашей службе управлением Роспотребнадзора проводится оценка эффективности проведения текущей дезинфекции и заключительной дезинфекции в очагах, многоквартирном жилом фонде. Коэффициент распространенности инфекции по республике на сегодняшний день составляет 1,1. Но основным условием перехода к первому этапу снятия ограничений является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и чтобы не было осложнений санопидобстановки. Поэтому нам всем необходимо, те у кого есть домашние контакты, заболевшие либо контактные, необходимо придерживаться строгого режима соблюдения изоляции, не собираться компаниями, не проводить праздники. Вот, например, как показал случай в Мегино-Кангаласском районе, где после проведенного юбилея у пожилой женщины половина присутствующих оказались контактными и на сегодняшний день дали положительные результаты. И всему населению, которое есть, и в районах, и в городе Якутске, необходимо даже в домашних условиях проводить очень тщательно, часто, регулярно проводить текущую дезинфекцию с помощью хлорсодержащих препаратов, потому что мы понимаем, что семейные очаги, вот, идет большое распространение. Спасибо.